Всем привет! Снова обзор на достаточно новый недавно выпущенный телефон Это у нас Samsung Galaxy S5 Neo Удивительно, что линейка S5 была выпущена еще в прошлом году, в 2014 а сейчас уже вышла S6, но Samsung продолжает выпускать телефоны которые относятся к 5 серии Но это модернизированная немножко как облегченная версия S5 Железо обновилось как вверх, так и вниз то есть камера стала похуже но зато появились сетевые возможности что при LTE скорость аж до 300 Мбит в секунду Ну и зато сделали для заточки под селфи камеру 5 Мп фронтальную В S5 обычном она была 2 Мп но тем не менее достаточно вроде неплохая была как я понял тоже поддерживала Full HD запись но ладно сделали и сделали но в общем такой телефон коробочка выглядит сейчас такая под дерево но это картон естественно но это сейчас модно так что все перерабатывается что это не загрязняет окружающую среду здесь была наклейка European Sync Cartoon но я ее уже снял посмотрел что внутри здесь у нас там серийный номер телефона идентификационный и на задней стороне стороне у нас не тыльной стороне у нас очень кратко обрисованы технические характеристики да мы видим что у нас LTE CAD 6 до 300 Мбит в секунду да мы видим что у нас 8 ядерный процессор кстати да Exynos 1.6 ГГц частотой 5.1 диагональ экрана Full HD Super AMOLED надо отметить что здесь не указано что есть или нет Gorilla Glass как я понял ее здесь нету в этом тоже особенность то есть он дешевле экран получился за счет того что здесь нету Gorilla Glass 16 Мп камера и 5 Мп фронтальная камера IP67 и батарея 2800 мАч 16 ГБ внутренней памяти и 2 ГБ рабочей RAM памяти ну в принципе вот такой вот телефон давайте откроем и посмотрим что у нас внутри внутри у нас естественно сам телефон еще в упаковке пленки да и посмотрим комплектацию так руководство пользователя сразу на несколько языках как я понял да предупреждение и прочее такое есть у нас USB кабель упакован есть у нас наушнички точнее это handsfree гарнитура также для наушничков у нас съем эти заменяю затычки в уши ну то есть можно поменять если не устраивает под все уши под все калибры так сказать ну и у нас есть зарядник зарядник у нас кстати 5 вольт и 1,55 ампер 1,55 очень интересная кстати характеристика я видел 1 ампер видел полторы видел две видел две с половиной но тут 1,55 очень интересно да ну и у нас батарея там вот у нас аккумулятор samsung где указана емкость емкость указана у нас здесь да 2800 и 385 вольт 3,85 10,78 ватт часов ну в принципе не знаю достаточно думаю будет ну посмотрим посмотрим как оно телефон может жрать много такой ну и вот такая вот коробочка у нас внутри то есть упаковочных материалов здесь применено как можно меньше ну что ж это сейчас модно так давайте уже отложим коробочку и перейдем к самому телефону я конечно с пятым не пользовался но в руке держал да здесь он конечно чувствуется еще легким потому что батареи нет внутри ну в принципе выглядит неплохо а вот как насчет экрана я не знаю давайте уже снимем пленки шероховатая задняя крышечка так ну и давайте уже тоже с экрана снимем вот эту это как бы незащитная такая пленка это толстая такая обычная точнее это как бы не такая которая накладывается отдельно специально это просто для транспортировки ну что ж выглядит конечно неплохо но чувствуется что здесь не горил глаз то есть этот экран наверное будет царапаться впрочем мне без разницы ибо этот телефон будет у меня на работе рабочим телефоном взял я его для обзора сейчас сюда ладно давайте посмотрим что у нас на задней крышке так у нас камера здесь и там как я понял оптические датчики и также вспышка светодиод там динамик здесь не знаю как вот это будет связано с IP67 то есть я не знаю вода пройдет вот сюда внутрь или нет как он вообще открывается ладно придется читать инструкцию а вот все нашел уже так открывается он у нас вот так вот ага понятно сделано так что динамичек как бы здесь так а здесь все прорезинено то есть по идее да он вполне может быть водонепроницаемый на какое-то время по крайней мере так видим слот для microSD карточек а также для сим карточки то есть здесь сразу два слота сделано так интересно что здесь у нас microSD а там у нас сим карточка вот что ж интересно сделано также мы видим да неплохо кстати все сделано есть разъем для наушничков у нас тут качелька громкости как я понял ну и конечно microUSB разъем здесь у нас микрофон вроде бы да ну и кнопка включения естественно здесь у нас второй микрофон да думаю телефон то сам по себе неплохой но вот расстраивает то что нету Gorilla Glass защиты так давайте распакуем аккумулятор и уже установим его сюда так ну ладно давайте сейчас закрою включусь и посмотрим итак я уже поставил сим-карточку попользовался телефоном в течение двух суток ну и конечно же сделал бенчмарк Antutu ну и какие же каковы же у нас результаты начнем с бенчмарка Antutu у нас версии 5.7.1 и показывает он нам 38390 баллов ну я делал его несколько раз он показывает 38300 38450 максимум показывал ну в принципе вот в этих пределах колеблется рейтинг этого телефона много это или мало относительно топовых то Galaxy S6 будет примерно почти в два раза больше результат конечно даст он но так как мне хотелось именно такой телефон все таки и к тому же S6 не был у меня в варианте поэтому для меня это все таки неплохой вариант ну что ж что еще по информации конечно же давайте сразу пройдемся и сравним его с Galaxy S5 обычным ну во первых почему потому что все таки он относится к линейке S5 и люди которые хотят приобрести этот телефон наверняка хотят знать лучше он или хуже S5 потому что позицируется он у нас сейчас за 400 евро стоит его цена в Европе и S5 он по идее уже не продается конечно но если он где-то и остался еще на рынке то он продается более чем за 500 до сих пор евро так вот что же конечно стоит отметить во первых этот телефон идет изначально из коробки с версией 5.1.1 обновлений для нее я еще не нашел то есть проверял обновления когда запустил телефон да обновлений нету это значит что конечно это удобно что Galaxy S5 идет там с андроидом 4.4.2 или по-моему что-то такое вот ну в общем четверка здесь же у нас сразу из коробки пятерка это уже конечно плюс что не нужно обновлять и заморачиваться там с какими-то обновлениями ждать их там и так далее во-вторых отличие номер 2 тоже сильное отличие здесь восьмиядерный процессор это как бы конечно плюс но одновременно и минус попробуем разобраться что же получилось у нас с процессором дело в том что Galaxy S5 поставлялся с процессором Крайт который был Крайт 400 он был с частотой 2.5 ГГц вы знаете что такое 2.5 ГГц в мобильном телефоне это это много это достаточно чтобы программы могли крутиться полностью идеально так вот что же получается здесь нам поставили процессор Exynos Octa восьмиядерный у него базовая частота 1.6 ГГц понятное дело что в однопотоковом режиме работы то есть на одно ядро этот процессор проигрывает понятное дело что 8 ядер если задействовать тогда он будет выигрывать у Крайта немножко но так как большинство приложений используют только одно ядро и тест производительности тоже тестирует несколько тестов именно на одно ядро но естественно мы начинаем проигрывать потому что 1.6 он на 0.9 ГГц меньше чем 2.5 как уже понятно вот графический процессор здесь Mali-T720 в обычном S5 это был Adreno 330 но этот процессор тоже немножко проигрывает ему графический разрешение экрана Full HD он так и есть но экран здесь 5.1 дюйма но что хотелось бы сказать про экран это то что конечно же здесь не указано то есть я нигде не нашел информации защищен он Gorilla Glass или нет похоже что нет то есть к царапинам этот телефон экран этого телефона более чувствителен и это следует учитывать кстати тем кто хочет такой телефон приобретать еще же у нас конечно же нету датчика биометрического датчика отпечатков пальцев то есть ну по идее как бы может быть он многими не нужен камера у нас тоже похуже теперь наша камера снимает Full HD видео но S5 обычный например мог снимать Full HD видео аж на 60 FPS то этот телефон может снимать только на 30 ну что ж в принципе конечно да камера стала похуже хотя разрешение ее там 16 мегапикселей но она не такая качественная как в S5 хотелось бы дальше указать про то что памяти в этом телефоне предлагает столько 16 гигабайт вариант 32 здесь пока что нет в поставках может быть когда-нибудь он будет памяти рабочей здесь 2 гигабайта так же как и в S5 но она чуть побыстрее как я понял вот наверное благодаря тому что процессор здесь 16 4-битный что кстати тоже следует уточнить вот и благодаря этому получился прирост по работе с памятью вот идем дальше про камеру я уже сказал но вот про фронтальную камеру стоит еще отдельно отметить она стала сейчас 5 мегапикселей и эта камера является сейчас такой видимо этот телефон заточен для селфи снимков то есть позициируется он как я понял больше для молодежи больше для развлечений поэтому селфи как я понял сейчас все больше и больше становятся популярными поэтому их сейчас не берет только ленивый поэтому для селфи этот телефон подойдет лучше чем обычный с 5 но хотя конечно я не знаю для меня это не критично было звук по идее такой же здесь да можно сказать про звук еще что что этот динамик я вот не знаю как он с водой справляется будет но мне кажется он должен все таки справляться как то то есть IP67 вода и пыли непроницаемый этот телефон должен быть так же как и с 5 обычный вот ну продолжим дальше батарея кстати интересно что многие магазины рекламируют что батарея здесь 3000 миллиампер часов на самом деле это 2800 я не знаю откуда у них такая информация но я сам проверил 2800 миллиампер часов здесь батарея вот да ну и что конечно еще хотелось бы сказать про сетевые подключения относительно S5 здесь обновился интерфейс LTE то есть сейчас он поддерживает аж до 300 мегабит в секунду входная и 50 выходная то есть это относительно S5 150 на 50 было то есть закачка стала в два раза лучше но естественно она может быть использована только там где есть поддержка этой телефонной сети имеется ввиду LTE не знаю где и как это будет актуально но по крайней мере у нас в Финляндии похоже ее продвигают только так везде сейчас этот 4G LTE и так далее это в принципе для нас не проблема проблема будет то какой контент нужно будет иметь чтобы такую скорость реальную как-то использовать но как модем наверное использовать такой телефон можно будет я кстати попробовал я получил скорость закачки максимальную которую я вот мы живем в небольшом городке вот и у меня получилось 21 мегабит в секунду закачка а отправление 1.8 мегабит в секунду но отправление оно как всегда обычно меньше вот дальше следует отметить что bluetooth здесь обновлен до версии 4.1 относительно четверки у обычного S5 и появился FM приемник что очень интересно что в S5 его не было датчики по идее стандартные о них я не буду подробно там объяснять ну и инфракрасного порта тоже нету здесь сейчас и USB только 2.0 относительно S5 где был USB 3.0 micro USB конечно же вот ну это можно так сказать забыть да кстати датчиков здесь все таки поменьше чем в S5 обычном ну об этом я сейчас не буду подробно объяснять да относительно S5 конечно в S5 рейтинг телефона больше 40 тысяч здесь у нас всего лишь 38 400 ну так округленно то есть чуть поменьше где-то так по-моему в S5 42 тысячи или что-то такого немного так поменьше так ну что ж давайте уже подведем итоги во-первых что касается самого внешнего вида и корпуса телефона выглядит он вполне ну типично ничего особо особенного такого нету шероховатая такая матовая задняя крышка это в принципе неплохо то есть он не скользит в руке также выступающая камера вот это уже похуже во-первых конечно она будет легко царапать с линзой этой камеры ну и так она конечно немножко такая на ощупь не совсем приятная ну выступ как выступ ладно дальше динамик здесь по звучанию ну так себе я бы сказал то есть звук здесь не такой что уж совсем супер в принципе для неискушенных пользователей будет хватать затем качество камер так давайте я тут пару снимков сделал начнем с фронтальной камеры вот снимок при помощи фронтальной камеры лампа ну качество снимка вот грань в принципе неплохое в принципе неплохое для фронтальной камеры теперь обычная камера так вот здесь у нас снимок то есть он сделан в двух метрах от матрешки вот этой вот ну примерно два полтора даже вот ну видно что для обычной камеры зернистость такая присутствует то есть камера здесь похуже чем на многих 16 мегапиксельных новых телефонах но этого вполне будет я думаю хватать видео делает неплохое вот там кстати видео про уже сделано при помощи этой камеры вот что касается управления ну в принципе эта кнопка такая тугая немножко ну работает работает нормально эти кнопки конечно же сенсорные то есть здесь все интуитивно разъемы у нас расположены неплохо то есть micro usb снизу и наушники сверху сбоку ну в принципе так обычно качелька громкости на левом на левой стороне кнопка включения выключения на правой в принципе вот так вот примерный телефон обычно я держу то есть кнопка включения выключения в принципе расположена в том месте где большой палец обычно находится то есть удобно можно выключить если не нужно то можно его вот здесь вот держать то есть зафиксировать в руке этот телефон динамик для динамик наушник здесь нормальный ну качество звучания вполне приличное я бы сказал ну что ж кому конечно можно порекомендовать такой телефон скорее всего это будут люди которые не заинтересованы в том что их посчитают несовременные если они выберут телефон который в имени которого употребляется марка которая изначально уже устарела ну то есть линейка S5 она вышла в прошлом году поэтому телефон конечно ну устарел можно сказать морально из-за своего имени но это новый телефон все таки как-никак то есть технически это новый телефон но люди конечно такие что они считают что если вот допустим вышла какая-то там марка в таком году и вот сейчас вышла опять же ну считается что это не круто как-то всегда обычно люди привыкли что там у тебя S4 у меня S5 а у него S6 то это вообще небо и супер да это может быть и так но для тех людей которым это безразлично как твой телефон называется им подойдет такой вариант затем кому он еще подойдет тем кто использует телефон как модем и у кого есть возможность использования сетей LTE 4G то есть телефон достаточно очень быстрый все происходит в нем очень быстро браузер работает просто идеально вот давайте допустим откроем mail.ru mail.ru перейти вот загружается страничка все браузер готов к работе вот давайте youtube например кстати советую сайт точнее канал 7 огонь у него различные видео касаемо так сказать сталков затем видео про майнкрафт обзоры многих игр ну и различные мнения и так далее в общем советую подписаться кто не подписан из моих подписчиков вот 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 кстати у него сталк допустим самый последний ладно там ссылочка в описании будет то есть youtube здесь тоже быстро все работает никаких видимых таких задержек нету все отлично ну что касается цены 400 евро конечно достаточно большая цена но за эту цену можно найти более дешевые телефоны там от cte hano hano и допустим huawei так также есть телефоны от motorola также есть другие китайские телефоны там которые будут стоить с такими же техническими может характеристиками дешевле но среди самсунгов этих телефонов этот телефон достаточно в принципе цена его демократична может чуть-чуть дороговато я бы сказал вот ну конечно посоветовал бы я такой телефон к покупке если у кого-то есть возможность к этому телефону и кто не как сказать готов отдать 400 евро за телефон который имеет имя связанное с телефоном который уже вышел раньше то есть S5 в принципе технически как бы телефон неплохой ладно давайте всем спасибо за такой длинный обзор подписывайтесь на канал и всем пока-пока субтитры